Ваши вопросы ответит игрок команды «Акбуза» Данил Князев. Данил, как тебе игра? Твои комментарии. Ну, игра получилась огненная, я бы сказал. Первый тайм был вообще близкий. Во втором тайме как-то мы больше вырвались вперед. В принципе, весь второй тайм, ну, лидировали. Чуть-чуть зацепили вратари, наконец-таки, мы этого ждали. И как-то вырвались вперед, и весь второй тайм уже как бы под нашу диктовку был, можно и так сказать. А после того, как ударили Вадима и Бракова, полегче стал играть? Ну да, он у них основной центральный защитник, поэтому нам, ну, не то, что намного легче, немного стало легче, мы как бы много голов через центр забили. Поэтому его удаление сказалось, да, на игре сто процентов. Тебя сегодня признали лучшим в составе команды «Акбуза». Заслуженно, как ты думаешь? Ну, много пенальти забил, ни разу не промахнулся, поэтому... Сегодня вся команда молодцы. Как в защите отыграли, сколько блоков поставили. Наших центральных защитников я бы отдельно выделил вообще. Иван Мишин. Ну, короче, вся команда сегодня просто молодцы. Разбирали Волгоград, поэтому сыграли, как получилось. Поздравляю всех, всю нашу команду с победой. Данил, спасибо, не будем тебя задерживать. С победой? Спасибо. На наши вопросы ответит главный тренер команды «Акбуза» Александр Валерьевич Горбатиков. Александр Валерьевич, ваш комментарий по игре? Ну, во-первых, хочу поздравить всех с победой. Команда сегодня провела достойную игру. Достаточно много забили голов. Хорошо отработали в защите. Много моментов реализовали в нападении. Вратари в нужные моменты помогли. В принципе, игрой доволен. Самое главное, что победа и два очка в копилке. Сегодня не было трех основных игроков. Амальна Сибулина, Гноевова, Галкипера Серова. Их отсутствие сильно сказалось? Ну, в целом, на построении игры? Ну, если вы заметили, у нас вообще сегодняшнюю игру было зависит 15 человек. Но ребята получили травму на последних тренировках. И не смогли помочь нам, скажем так, в этой победе. Но они вылечатся и будут дальше продолжать забивать голы, отбивать эти мячи. Будут выполнять свою работу. Ну, отсутствие, конечно, сказывалось. И Пашин, и его опытный парень, который может с собой повести команду. Амальна Сибулина в списке, один из лучших бомбардиров чемпионата. Сказывалось, да. Но ничего, ребята взяли на себя ответственность за них. И реализовали свои моменты, и победили. Сегодня будем вас задерживать. Еще раз победа, Александр Валерьевич. На наши вопросы ответит главный тренер команды «Каустик» Рафаэль Самитов. Рафаэль Назирович, ваш комментарий по игре. Что получалось, что не получалось? Ну, начали игру вроде неплохо. Там, в принципе, игра была равная. Немножко нам больше везло. Потом где-то не забили, где-то пошли удаления ненужные. Ошибки ненужные, которые привели к тому, что команда соперника оторвала счете. И, скажем так, наращивала, наращивала. Тоже ошибались, но мы, наверное, ошибались больше в этой игре. Поэтому проиграли. А как перестраивали команду после удаления Вадима и Бракова? Ну, у нас есть второй линейный Данила Галкин. Поэтому на него нагрузка легла. Ну, скажем так, мы ограничены в защитных действиях. Поэтому сильно, скажем так, особо не перестроишь игру. Вот. Точные замены и все. Все, что произошло. Все, спасибо большое. Удачи вам в дальнейших играх. Спасибо. На наши вопросы ответит игрок команды «Каустик» Волгоград. Данила Иванов. Данила, ваш комментарий по игре. Что получалось, что не получалось. В целом, ощущения какие? Сейчас по статистике посмотрел, зашел. Ну, вроде как потерь меньше стало, но реализация хромает. То есть у нас от игре к игре как-то идет то, что либо реализация хромает, либо много потерь, либо и то, и то. То есть мы вообще нестабильная команда в этом плане. Мне это очень не нравится. Я думаю, блин, пацанам тоже это не нравится. Я не знаю, что делать с этим. Коляной, сколько думать. Ну, начали-то вроде неплохо и вели. Там с разницей плюс два, три. Почему вы не сохранили стартовый пыл? Такой интересный вопрос, почему. А если бы я знал, ответил. Почему? Ну, вот потери начались. И Акбузат немножко пошел, по спинам нам забил. Вратарь у них немножко потащил. Да, у нас много незабитых было. Ну, так же, как я сказал, с реализацией. И вот и поэтому прилетело и потеряли всю... Потеряли, короче, и вот так далее. И все и пошло, покатилось, как обычно. Хорошо, Данил, не будем вас задерживать. Удачи вам в дальнейших играх. И самое главное, здоровья. Спасибо.